всем привет друзья продолжаем играть в airport seo и с момента последней серии когда мы там серьезно провалились в минус я проиграл довольно долго мне пришлось просто прокручивать время там ставить рейсы чтобы выбраться из кредитной зависимости и в результате я из нее выбрался примерно со счетом минус миллион прибыль стала расти и когда стало где-то минус 700 тысяч я взял еще один кредит на тысячу на миллион четыреста и тем самым сейчас я нахожусь в плюсе я вот все это добавил добавил стоянки расширил тут немножко подъезд добавил остановки для автобусов как бы расширил немного терминал вот и теперь у меня есть три посадочных места и у меня есть следующие проблемы в этом терминале так сейчас я раскидаю самолетчики проблемы у меня такие одна проблема старая то что на самолеты которые летят по международной линии вот эта малая авиация у меня не догружен вот это не догружена вот эта стоянка и как следствие вот этот зал абсолютно пустой то здесь очень мало вылетов и требует много денег на обслуживание потому что два инспектора безопасности находится как бы место занимает туалет здесь есть то есть все это требует некого обслуживания а вылетов отсюда практически нет иногда бывает целые дни когда нет ни одного вылета ну не всегда так правда так раскидываем еще рейсы теперь мы можем 75 как я уже говорил принимать благодаря вот этой вот вышки я построил здесь новую новую вот эту штуку нет где диспетчерская вышка среднего размера на 75 рейсов в сутки и также я в принципе изучил довольно много уже разных технологий для того чтобы двигаться как бы к большим самолетам к тому чтобы сделать нормальные службы которые обслуживают там заправляют едой там убирают салоны и так далее вот багажный также сервис сделать но пока этого ничего не сделал пока не сделал так вот здесь вот есть у меня появились эскалаторы то есть я могу тебе многоэтажные делать терминал их лестницы лифты есть так и что еще мне интересно появились у меня подземные какие-то тоннели до появились то есть вот это шикарно на самом деле для чего я исследовал всю инфраструктуру для того чтобы сделать под подземный туннель для служебной дороги чтобы завести ее под ну как бы вот сюда под рулежной дорожкой пропустить и сделать здесь ангары для обслуживания вот это очень важная вещь построить здесь хотя бы один ангар среднего размера но можно например вот здесь построить да хоть где даже вот здесь ну даже здесь не получится лучше вот здесь построить и попробовать построить к нему подземную дорогу так спуск в туннель непонятно тут с какой стороны спуск а нет вот вроде все понятно спуск в туннель и подъем есть из туннеля а надо под землей видимо строить как я тут угадаю где мне его строить мне тут не видно так ну ладно построим тогда дорогу служебная дорога бетон но опять же насколько ее строить вот здесь вот она будет выход так неправильно его сделал а чем отличается тогда вход и выход это же по сути просто развернутая какая-то штука или нет а подъем подъем можно только здесь построить так что он все равно выглядит не так как сделать правильно но здесь вроде бы корректно он опустился может быть тут нужен спуск и там тогда автоматически будет подъем да все правильно служебная дорога все все нормально я можно даже на одну клеточку его сдвинуть наверно так ух я сейчас денег то потрачу да на все это мероприятие так вот так вот все все теперь все правильно здесь дорога есть здесь дорога будет так здесь будет дорога служебная дорога так здесь надо сделать стояночку для автомобилей служебную тоже она у нас где вот мне кажется вот такая вот затея будет неплохой можно даже и так сделать так и сделать здесь дорогу все дороги у нас бетон сейчас тут бетон дешевле содержать вот чуть-чуть дороже строить но значительно дешевле содержать все вот так вот сервисный ангар готов теперь мы сможем обслуживать у нас всякие аварийные рейсы когда полетят это будет шикарно так ну вот и проблему вот этого вот зала я хочу решить взяв еще один контракт с какой-нибудь авиационной компанией у которой много маленьких самолетов может быть мы тогда сможем закрыть потребность а также может быть вот эти вот площадки заиграем чтобы они у нас не авиацию общего назначения летали а уже наши рейсы так но для этого надо да найти контракт умею кстати говоря какие-то баллы на которые могу выторговать лучшие условия мне кажется тут уже ничего не прокатит потому что процент очень маленький я ну попробовать то можно а вдруг вдруг сработает да вот как сейчас сработало сработал так а здесь и здесь работал офигенно так я хочу еще одну авиакомпанию найти у которой мало авиация так у этой в основном средняя ай блин эскейп вводит с этого листом ты тоже средняя в основном это надо на одну звездочку наверное искать на одну или на две вот здесь больше мало авиации дам форестер здесь мало и поменьше здесь средняя большая здесь средние большие здесь средний в основном так ну средних то у меня много уже мне надо больше малых но давайте форестер может быть возьмем форестер у нас сейчас все равно увеличилось количество площадок и количество рейсов которые мы можем каждый день обрабатывать поэтому почему бы не использовать так вот и теперь я хочу сделать следующие вещи я хочу сделать терминал для того чтобы он был с выходом прямо на на самолет наверно тут можно разбирать и делать его спокойненько так нет пока нельзя пока у нас строители заняты у нас не очень много строителей либо тогда надо освободить просто первый первый подлёд а он и так свободный кстати в этом день а здесь нужен занятый так тогда тогда да можно тогда вот это все разобрать и сделать здесь фундамент дождаться только строителей потому что они тут что-то делают но не так быстро как хотелось бы подземную дорогу они там собирают вот у них уникальные технологии они прямо на полосе стоят их вообще ничего не пугает ни самолеты там ничего и делают подземную дорогу прямо сверху через 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 грунт не знаю как у них это получается магия возможно какая-то может быть мастерство высокое но дорога сама строится под землей так здесь тоже разбирают отлично тогда мы сможем здесь достроить фундамент сейчас и все будет хорошо так у нас тут какая-то проблема что мы зона не построили на точно стерильную зону то надо соединить так люди не могут не на посадку пройти не на не обратно сейчас наверно смогут пройти уже так все делаем здесь терминал эту стену разбираем и вместо этой стены тоже делаем здесь выход ну пока у меня нету специального такого трапа который я могу сделать чтобы самолеты к нему прямо из терминала как бы выход был пока не могу поэтому будет здесь просто дверь вот такой вот как бы зал будет здесь зал я тоже думаю надо делать отдельно вот я сейчас думаю сделать один такой зал для вот этого первого для первой стоянки а потом если как бы он себя покажет хорошо то сделать зал их для второй там для третьей и так далее то есть на каждый самолет будет свой такой небольшой зал ожидания по моему идея прикольно так тротуары тротуара меня надо перенести тротуар где он вот сюда мы перенесем тротуар тогда по нему тоже будет стерильная зона а тут мы будем разбирать делать здесь терминал так что тут все равно застряли пассажиры похоже не могут найти дорогу хотя дорога есть все окей вся дорога есть они отпишут что неудачно почему неудачно может быть здесь пока не нужна стерильная зона раз у нас здесь тротуара нет так еще рассмотрим анализатор пути путь пассажира вот сюда неудачно но почему он не может пройти не понимаю какой-то бак может быть скорее всего какой-то бак ведь вышли они нормально хочу они зайти то не могут и зайти должны суметь так здесь застраивают дорогу здесь можно сделать красивую стоянку в бетоне так ну дорогу они почти сделали подземную часть сделали по крайней мере здесь выход остался так на смол аир крафт стенд там можно до задержать хотя непонятно почему он задерживается по каким причинам эти рейсы задерживаются так это какие были гв гв 800 в них не пришли пассажиры на f503 тоже не пришли пассажиры где пассажир совершенно непонятно но их не видно может быть у нас не хватает агентов по обслуживанию кстати говоря да надо нанять наверное еще агентов по обслуживанию задержим эти самолеты и наймем хотя бы одного агента по обслуживанию пассажиров вот такого вот обученного и еще подучим так инспектора службы безопасности тоже пишут что не хватает хотя на самом деле хватает и вот здесь вот я начал тут переделку а понятно почему у меня был терминал выключен потому что я хотел перестроить здесь сделать два таких пропускных пункта старые разобрать короче у меня были всякие идеи так а вот этот вот медиумайнер кафт стенд этот почему задерживается 439 у него вообще все есть нет друг я не понимаю почему ты хочешь задержаться этот не задерживаем на малых стендах задерживаем так и это тоже сейчас будем отпускать на ту 735 там тоже возможно будут какие то проблемы да не все пассажиры попали почему они не могли попасть я не знаю какой то бак мне кажется бак вот в этой стойке они зависли на стойке у них отсюда есть проход до того самолета здесь как бы все соединено стерильная зона все как положено тут даже лучше картина чем чем вот здесь потому что здесь еще ничего не достроили строят паркинг а тут то как бы все хорошо здесь проходы есть так ну ладно посмотрим что у нас по самолетам новые появляются рейсы маленькие я их по-прежнему раскидываю вручную хотя в принципе можно автоматически все это делать ну вручную не так уж и плохо меня даже прикалывает процесс так и большой самолет еще есть ну где то здесь можно его или вот здесь forest air что-то пока нам ни одного самолета не дает новая компания так а еще у нас идет топливные кризисы в это время я выключил эту возможность заправлять топливом то есть если посмотреть у нас переговоры по контракту доступно а нет тут недоступно видимо это старое письмо было вот в топливный кризис я выключил возможность заправки топливом чтобы не тратить лишние деньги потому что это будет всегда убыточно даже по большой цене если мы будем заправлять то это будет дорого а так мы скорее всего теряем какую-то репутацию конечно из-за того что мы не заправляем ну не знаю как лучше зато не уходим в убыток а пока у нас кредит лучше в убыток лишний раз не уходить на мой взгляд так ну чего этот самолет не улетает 735 у него уже время вылета да давно давно прошло будем отменять его я думаю что сейчас эта стойка нормализуется то есть тут пассажиры разбегутся которые должны были сесть ну такие баги бывают в этой игре к сожалению вот так же я думаю надо сам аэропорт нам сам терминал нам немножко приподнять и вот здесь сделать везде как минимум по 2 клеточки чтобы люди могли свободно здесь ходить и без всяких проблем поэтому я думаю что надо фундамент построить вот здесь вот еще и еще наверное на одну клеточку его продлить вот так вот ну пусть пока строитель доделают что делают у них уже скоро кстати рейс прилетит в четверг дам может его тоже перенести на на другой вот сюда вот его перенесем потому что я боюсь строители не успевают построить этот выход мне бы хотелось иметь нормальный выход уже к этому моменту так ну вот самолета кстати отправил и он вроде бы уже улетел а пассажиры здесь так и стоят так что то они тут и зависли может быть выключить эту стойку а туда уже новый самолет летит нам какой а вот все они все ушли ну номер не совпадает тут ту 800 а но это видимо старый рейс остался да это новый уже прилетел значит видимо будет заново все посадка будет объявлено когда будет объявлено то пойдут пассажиры нормально на этот рейс и никаких проблем здесь не возникнет уже так что у нас здесь достроили автостоянку да это кстати круто потому что мы сейчас вот этим всем машинкам буксируем например тропом скажем что ваша новая стоянка вот здесь вот чтобы вы меньше ездили так и ищем ищем средние склады я не изучил или изучил до средние склады топлива я изучил как они выглядят вот так вот они выглядят то есть я могу здесь добавить также например средний склад топлива или с этой стороны лучше сделать я даже не знаю где лучше лучше вообще пока не делать пока у нас топливный кризис точно лучше потом сделать так строители практически закончили вот эту часть но нет еще там остается на и немножко дорожки все здесь будет доступен ангар я думаю что можно уже начать развивать терминал как я хочу поднять его повыше подальше от дорог вот так вот для этого нам надо построить как минимум и здесь сейчас внутри терминал тоже будем все переделывать и наверное эту серию на этом закончим потому что сильно долго тоже сильно долго тоже неохота записывать процесс бесконечное улучшение аэропорта лучше делать частями как бы какие-то такие существенные вещи вот например там построил среднюю авиацию записал там что-то получал записал там следующий там серии может быть уже большую авиацию будем строить то есть они так что весь процесс подряд а потому что ну реально он довольно долгий кончаются часто деньги кредиты выплачиваются долго то деньги могут в любой момент кончится мне придется просто сидеть ждать я же не буду это записывать потому что это абсолютно не зрелищный процесс но тем не менее тем не менее я его играю так здесь мы делаем вот такой пол здесь у нас фундамент так малый самолет сбой оборудования есть у нас где вот и forest air прилетел только не тот рейс который у него должен быть вот кстати и те рейс которые должны быть тоже нам стали стали ставить это хорошо так и средняя авиация и малая в общем полетела компания forest air так смотрим также другие так я буду ставить все равно оставляя хотя бы один стенд для того чтобы если вдруг аварийный рейс какой-то случится чтобы мы могли его принять где-то так все эти раскидал здесь у нас вот аварийный рейс надеюсь он быстро улетит и проблем не будет так сам аэропорт у нас поменялся здесь тоже стала стерильная зона вот здесь они наконец-то достраивают выход так все сейчас будем переставлять местами вообще будем все под все двигать что можно подвинуть будем двигать так а двигать нам есть чего двигать мы будем во первых вот эту вот зону для встречающих скажем так встречающих провожающих но здесь на самом деле нету встречающих провожающих но вот эта зона предрегистрации да то есть тут регистрируется на рейс проходит стерильную зону уже с нее летят вот то есть вот это вот я хочу полностью здесь разобрать сделать как бы свободным для входа вот здесь наверное я сделаю вот так вот то есть я освобожу коридоры все для выхода здесь наверное мы оставим вот этот вот маленький зал вылета международного так и как будет здесь я еще пока не решил но где можно да вот здесь я построил отдельное здание кстати для персонала но я его пока никак не заиспользовал еще надо построить здесь тоже инфраструктуру построить дверь но одно такое здание это не очень хорошо на самом деле здесь его хорошо использовать для всяких административных работников для директоров для администраторов потому что оно далеко от аэропорта то есть работники которые должны быть в самом аэропорте уборщики там агенты по обслуживанию сотрудники безопасности они должны находиться где-то ближе к своим местам да то есть им надо офисы сделать в самом аэропорте так ну вот когда самолетов много кстати у нас уже видно что прям в туалете перебор люди тут явно не довольна качеством обслуживания так ну вот сейчас будем думать как это все сделать для начала попробуем переставить скамейки здесь особо некуда переставить переставим тогда вот в этот зал будем здесь разбирать потихоньку так также можно переставить столы из этого зала в тот я не знаю как делать покрасивее тут разные есть варианты ну кстати нормально получилось ой а их даже вращать не придется шикарно то есть просто переставляю столы упс а и вот сотрудники уже сами сюда идут к своим столам так в допущенных персонал мы укажем что здесь будет в этом офисе ну кстати подрядчиков можно тоже тут содержать так ну пусть пока все будут потому что то мы будем разбирать здесь у нас больше не будет помещения для персонала мы его выключаем и убираем зону хотим удалить ставрум так и вот это все мы сносим вот этот монитор тоже переносим например сюда вот вот чего мы добились и здесь я думаю что надо сносить сам фундамент как это делать а ну вот-вот как-то так значит а ну вот-вот как-то так значит сносить да нелегко перестраивать работающий аэропорт так здесь тоже вот все это разберется на самом деле да все будет разобрана таким вот образом так да и все двери и стены вот сюда переезжают ну что не самым плохим образом вроде как разобрали стало тесновато конечно но зато появился проход вот вот а дальше я думаю сдвинуть все еще на одну клетку как минимум вверх ну правда здесь местами вот эти вещи будет очень сложно сдвинуть то есть выход нельзя будет просто так сдвинуть то есть их придется перестраивать прям по-серьезному сносить старые добавлять новые так вот здесь какая-то проблема кстати что за проблема а у самолета нет трапа да почему потому что у нас всего два трапа на три самолета надо наверное еще один купить трапы все-таки пока нужны все трап приедет так строители строят и здесь мы делаем пешеходную зону а вот все баг случился уже нельзя переставлять предметы почему-то стало было можно теперь нельзя стало такой баг бывает в игре приходится перезагружать игру ну ладно я не буду сейчас перезагружать потому что эту серию будем уже заканчивать потихоньку сейчас я еще дострою конечно то что я думал а ну нет если уже переставлять предметы нельзя да то уже наверное и смысла нету тогда доигрывать ну то есть идея такая я здесь буду строить зал ожидания для конкретного выхода да для конкретного перрона здесь будет общий зал ожидания и вот это вот все я немножко подниму вверх чтобы здесь было побольше пространства то есть зал где у нас происходит регистрация тоже он был покрупнее немного вот это я все в следующей серии уже вам покажу готовое и мы наверное там будем приступать уже к созданию сервисов и потом дальше уже в других сериях к большой авиации начнем подбираться а на этом эту серию я закончу спасибо за внимание ну как вы видите в принципе все функционирует в плюс несмотря на кредит прибыль у нас ежедневная есть она положительная да то есть когда мы не строим прибыль положительно рейсы идут компании летают люди люди везде перемещаются то что тут так выглядит все пока в рабочем виде ну все будет перестроено все будет улучшено спасибо за внимание ставьте лайки подписывайтесь на канал пишите коменты до новых встреч пока пока